Российские эксперты признали, что программа создания ресурсных центров вывела Нижегородскую область в число регионов-лидеров страны по уровню развития профессионального образования. Именно у нас удалось выстроить целую систему, нацеленную на реальные потребности работодателей. Нижегородская область является одним из лидеров профессионального образования не только Приворфовского федерального округа, но и России. Здесь одни из первых открыли ресурсные центры и на сегодняшний день одни из первых подошли к такой проблеме, как стандарт качества, региональный стандарт качества подготовки рабочих кадров. Я бы отметила здесь очень хорошую связь, вот эту триединную связь бизнес-образовательная организация и личность рабочего, предположим, да, вот эту связь я бы отметила очень важной, потому что вот это триединство, оно как раз приводит к тому, что мы готовим, должны готовить качественных рабочих. Я когда пришел на первый курс, когда прошла первая неделя, я понял, это мое. И даже на первом курсе, когда народ только еще осваивается, я уже показал очень хорошие результаты. Моя профессия точно не останется где-то там за пределами, ну точно не останется. Именно грамотная политика региональных властей в этом направлении стала решающим аргументом в пользу размещения в Нижегородской области таких крупных производств, как завод 70-летия Победы. Тем самым создано 3000 новых рабочих мест. Высокий уровень подготовки молодых специалистов во время открытия предприятия отметил и президент России Владимир Путин. Продумано хорошо, насыщенно, замечательно, и люди прекрасные. Средний возраст 35 лет, хорошо подготовленный и постоянно происходит подготовка, потому что налажена соответствующая система подготовки. Те проекты инвестиционные, которые у нас развивались, они реализованы именно благодаря этому потенциалу, поскольку в экономике произошли некоторые критические изменения, кризисные явления. Но наличие такого подготовленного пристава позволило нам активно развиваться. И вот сейчас, за 9 месяцев этого года, у нас объем промышленного производства увеличивается. Индекс промышленного производства 104,2% это по промышленности в целом. По обработке еще больше, 104,5%. Это значительно выше, чем в среднем по России. Кстати, по мнению главы региона Валерия Шанцева, для того, чтобы промышленное производство продолжало расти, необходимо дальнейшее развитие профессионального образования. Надо создать систему профориентации, которая пока работает слабо, чтобы помочь ребятам выявлять профессиональные склонности и в результате найти работу себе по душе. Что беспокоит сейчас в этом процессе, над чем сейчас нужно заниматься, такие поручения я уже дал. Система этого строится, профессиональная ориентация. Навязывать нельзя, но систему надо создать, чтобы человек по этой системе шел и добровольно выбирал для себя профессию. Вот так вот из ниоткуда он этих сведений не получит. Поэтому нужна система от дошкольников, студентов, молодых специалистов на предприятиях, которые еще не определились, просто пришли на предприятия. Надо создавать студенческие молодежные технопарки, где бы уже наряду с обучением они работали над конкретными проектами, видели модели существующего бизнеса. Детские и молодежные технопарки должны стать некими площадками, где ребята будут работать над собственными проектами, параллельно с обучением в школе. Все это войдет в основу новой системы профориентации, которая внедряется в Нижегородской области.